народ всем привет очень часто задают вопрос что же можно купить как первый автомобиль люди, которые покупают себе первый автомобиль обычно не имеют огромного количества денег а также не хотят вкладывать автомобиль должно быть не жалко по сути то есть такая тачка, которую вы просто купили ездите, учитесь, бьете и не жалко в принципе в большинстве случаев я рекомендую автоваз потому что автоваз за эти деньги найти проще да и запчастей немало стоят они копейки в принципе это один из лучших вариантов в бюджете до 100 тысяч рублей, однако сегодня я расскажу вам про еще один автомобиль который можно купить до 100 тысяч рублей то есть в сверх низком бюджете и который ничуть не уступает ни автовазу и который я смело рекомендую к покупке поехали! как вы уже поняли это Nissan Almera M15 это дешевая японская корыта которую вы можете приобрести и без проблем отъездить на нем несколько лет и она уже к этому времени, к нынешнему меня поменяла, наверное, сотню хозяев ну не это конкретно, а такие автомобили однако, тем не менее, партия была очень большая они довольно распространенные и причем очень живучие поэтому найти живую сейчас как ни странно, но довольно несложно то есть если вы хотите себе приобрести можете потерять примерно, ну, неделю и за неделю вы точно найдете неплохой вариант поехали про тачку расскажу здесь мы возьмем девятку, четырку, десятку что еще за 100 тысяч можно рублей взять естественно никаких приорах и речи нет то это отличная альтернатива потому что она превосходит десятку во всем то есть автоваз она переплевывает этот автомобиль принадлежит нашему эксперту то есть у нас ребята, так как мотаются очень много по работе очень часто приобретают себе нечто подобное так сказать поджопник то есть автомобиль, который не жалко на котором можно ездить, наматывать тысячи, десятки тысяч километров при этом он не требует особо вложений и довольно живуч когда я говорил, что автоваз один из лучших вариантов за эти деньги на самом деле, я имел ввиду, что запчасти на нее стоят дешево но дешево, понятие относительное вот эта альмера в запчастях обходится, ну блин, может быть на 1% дороже, чем автоваз Паша после того, как купил этот автомобиль поменял на нем задние стойки, это я точно знаю задние стойки Паши на этой тачке обошлись в полторы тысячи рублей за пару то есть 750 рублей штук я не знаю, какая у них должна быть себестоимость чтобы их за 750 рублей продавать это конец, и вот на эту тачку ТО-шку сделал, естественно, там это тоже копеечная работа прокладку клапанной крышки поменял прокладка клапанной крышки стоит 120 рублей 120 рублей, блин мне кажется, туалетная бумага стоит дороже я не знаю, из чего они сделали эту прокладку чтобы у нее такая была себестоимость заглянем под капот, потому что в этом автомобиле, в принципе, рассказывать о нем нечего потому что тут нет никаких-то опций интересных у нее нет некрасивого дизайна она действительно выглядит отвратительно реакция ваших друзей на покупку такого автомобиля будет примерно такой то есть вы такой прибегаете бля, ребят, ребят, смотри, я тачку купил вообще класс, я теперь за рулем буду ездить давайте, ну пойдемте посмотрим они такие, ништяк, блин, дружище, давай посмотрим что ты на тачку купил выходит такие ааа, ну ну с кем не бывает, ладно хоть прокатиться дай, нет вообще он на самом деле стандартный японский вот если посмотреть, то морды примерно вот у тех годов Цивика у тех годов Тойот, например хотя Тойоты уже были получены но тридцатка Камри они все примерно одинаковые такие японские европейцы японцы в то время думали, что для Европы нужно делать именно вот такие автомобили и поэтому они все, блин, подряд все примерно одно и то же если посмотреть П-11 Альмеру, она выглядит точно так же если вы не специалист, то тяжело будет отличить Альмеру от примера тех годов про такие автомобили неинтересно рассказывать у меня спрашивают, почему ты не снимаешь такие автомобили на обзоре да потому что здесь, блин, рассказывать нечего мотор вот этот, ГА-16ДЕ, по-моему да, ГА-16ДЕ, вот этот вот мотор что, про него рассказывать? он бессмертный по четыре сотни тысяч километров ходят эти моторы без заморочек, без вложений и прочего болячек особых у них нет поэтому брать можно смело блин, я не знаю, что еще сказать здесь стоит обычная пятиступенчатая механика на 1.6 двигатель ГА-16ДЕ все, электроники минимум зато есть кондиционер, который, к сожалению, не работает если этот кондиционер посмотреть здесь сразу видны места ржавчины здесь снаружи здесь арка крыла приболела как сказал Паша на самом деле она не приболела, она просто сгнила нахрен что касается подвески этих Альмер она простейшая то есть сзади обычная балка впереди обычный Макферсон четыре саленблока на всю машину и саленблоки стоят 150 рублей за штуку вообще конец то есть тут, по сути, поменять ходовую на этой машине это 3000 рублей такой, я поменялся ходовую вообще все за 3000 можно поменять короче, если вы ищите себе такую тачку то, в первую очередь, смотрите на ее кузов потому что они бьются, кузова гниют и так далее и вот здесь есть один интересный момент то есть, кузов это больное место если мы сейчас заглянем в багажник это жесть он был бит в жопу там пару раз как-то туда-сюда но помимо этого так как это Ниссан старый в то время они не очень-то хорошо обрабатывали их да и это нормально поэтому гниет он довольно неплохо то есть, если посмотреть пороги у нее гнилые с обеих сторон, но самое интересное здесь гнилые арки задних крыльев если заглянуть вот сюда внутрь то можно замечательно увидеть грязь прямо с асфальта с песком просто грязь с песком и там все в ней даже здесь ты посмотри просто смотри, здесь следы вот тут грязь смотри, ремень смотри арки колесные гнилые именно сами колеса там дыры прям я не знаю, полыше показать нет туда рука пролазит насквозь и всю грязь прям по оси колеса кидают всю грязь наверх сюда в салон и здесь все-все-все в грязи мы не подбираем такие тачки в принципе потому что по-хорошему состояние у нее среднее и то это состояние вытягивает коробка в двигатель они довольно неплохие они неплохие, живые потому что этим автомобилем 14 лет владел один человек поэтому она еще более-менее жива хотя если посмотреть например сравнить ее с Камрюхой Камрюха при пробеге здесь пробег 200 с лишним тысяч километров и он очень похож на родной автомобили довольно живучи и крепкие поэтому 200-300 тысяч на самом деле на ней они тяжело идентифицируются то есть если на ней будет 200 или 300 она не будет особо выглядеть по-разному будет зависеть от того как ее до этого времени эксплуатировали если посмотреть ее по подвеске там вообще делать нечего там и так копеечные вложения но она их не требует посмотреть по двигателю коробки проблем с ней особых нет проблемы у нее по кузову и мы уже в принципе не можем такой автомобиль рекомендовать покупки потому что он блин дырявое гнилое ведро ехать на этом автомобиле вообще не получится я вам скажу динамика не какущая абсолютно он не едет сколько там секунд 14 наверное до сотни у нее паспортный разгон у Альмера хэтчбэк есть версии заряженные есть версия двухлитровая если бы это был хэтчбэк у седанов таких версий нет на 145 сил вот там ништяк там 8 секунд до сотни это почти гонка довольно крутой показатель на эти таких двигателей не ставилось но в то же время опять если вы молодой пацан которому хочется купить себе какую-то первую тачку при этом хочется не поковыряться блин вот можно взять вот эту Альмеру и вкорячить в нее двадцатый мотор то есть двухлитровый на 140 сил на 145 сил ну естественно перебрать тут довольно неплохо придется позаморачиваться чтобы его воткнуть много-много-много нюансов начиная от опор и заканчивая управлением проводкой поковыряться немало придется однако после этого эта тачка начинает ехать 8 секунд до сотни и это нормально это гонка почти Ниссан в то время в 90-е годы пока они не снюхались еще с Рено самсунгом делал на настоящие японские автомобили и это Альмера один из последних последний из Магикан можно сказать то есть один из последних автомобилей который сделан реально Ниссаном как надежный простой она японец то есть японская разработка производство и это хорошо потому что в ней нет налета французов в ней нет налета Европы это просто поджопник то есть вы заводите и едете и он справляется с этим блин я не знаю что еще вот что говорить если взять ее и сравнить например с девяткой десяткой четыркой приорой даже и калиной то эта тачка круче всех них вместе взятых поэтому это такой небольшой очерк небольшое видео о том что же купить если в кармане сто косарей ребят мы не берем такие машины в подбор я сразу говорю пожалуйста не надо звонить нам и потом обижаться говорить что вы за говнари такие видосы снимаете а в подбор не берете потому что этот автомобиль не проходит по нашим стандартам одна только гнилая жопа кривая и гнилые пороги уже не дают нам право рекомендовать вам эту покупку а еще кстати что касается доработок этой тачки если заглянуть вот сюда то можно увидеть самую современную разработку нашего завода в Сколково для данного это деревянный чопик который держит бампер потому что родные металлические крепления сгнили и сюда просто насквозь в багажник по сути в брызговик закрутили на саморезы чопик деревянный и вот он торчит и замечательным образом держит бампер это нано разработки автомобиль не тонирован нормальные вырезанные из фанеры подиумы под задние блины 6х9 это вообще отдельная тема я вот как смотрю сюда я сразу вспоминаю в то время когда у меня появился мерс потому что я такие же подиумы вырезал на 123 мерс во сколько в 15 лет чтобы встали задние колонки потому что они не вставали задние динамики не вставали упирались в заднюю панель в заднюю полку часто вопрос задают что можно купить я говорю Nissan Almera купите это классный автомобиль причем он у нас уже участвовал в обзоре японцы за 150 тысяч рублей вообще небольшая памятник для тех кто покупает такие автомобили все очень просто надо смотреть всего там на 3-4 места смотреть надо стаканы чтобы не были гнилые пороги чтобы не были гнилые и арки колесные в принципе все это все что надо знать по кузову то что она будет крашена и перекрашена 50 раз да за это не парьтесь это хрен с ним для такой тачки в самый раз потому что здесь есть подушка безопасности и в принципе она здесь конкретно работает ну то есть по крайней мере в блоке системы ошибок нет нет следов ДТП и сама подушка по себе не стрельная все в порядке то есть скорее всего она сработает но особо на нее не надейтесь в принципе в то время эта тачка кстати по NCAP NTIP две звезды всего имеет и это нормально то есть разбиться на ней можно так же легко как и на десятке не надо думать что этот старый японец спасет вас это не Вольво нет вот Вольво 850 было бы вообще ништяк что касается мотора в принципе вам достаточно завести ее и просто послушать если мотор не гремит то все в порядке он цепной цепь ходит здесь ну блин тысяч двести пятьдесят свободно поэтому как бы и причем вероятность того что она скочит минимальная то есть скочит она не сможет порваться она тоже не сможет поэтому у вас просто в автомобиле начнет тупить хреново заводиться вы начнете чувствовать ухудшение работы двигателя услышите шелест а потом она начинает греметь и вот тогда ее надо менять то есть в этом плюс это в автомобиле в том что можно ездить 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 потом еще раз ездить 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 и потом еще ездить 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 потом подлатать и продать за сто тысяч миллионов я никогда не очень люблю такие дела но тем не менее ездить на ней можно сто пятьсот миллиардов лет и она не сдохнет эти моторы могут начать жрать масло как и любой другой мотор в принципе но ремонт то есть перебрать маслосъемные колпачки даже если у вас не перегревали его кольца не сядут и не закоксуется здесь по сути с этим проблем нет если вы не на подсолнечном масле будете ездить то есть вы просто берете масло-зеленые колпачки меняете, это обходится вам примерно тысяч пять, наверное, обойдется поменять здесь масло-зеленые колпачки, вообще копейки а запчасти бэушные на эту тачку продается на вес то есть как одежда, знаете вот бэушная на вес, я вот покупал одежду в Secondhand когда-то, и я представляю себе что такое одежда на вес, так вот запчасти на эту тачку продаются на вес, вы приходите и говорите мне пожалуйста 3 килограмма запчастей на Альмеру взвесьте, и там вам кинули туда там рулевую рейку бросили там крыло, там фару бросили хоп, вроде 3 килограмма, все ништяк и покупайте, они стоят копейки, абсолютные кстати, есть еще явный индикатор, так как фары здесь стеклянные, это стекло, это не пластик в то время ставилось стекло на автомобиль это явный признак того, в каком состоянии автомобиль вы можете посмотреть примерно на фары и примерно узнать по ним пробег я не говорю, что это критерий такой, но вы можете увидеть, у них ближе к трём сотням фары начинают мутнеть а ближе к 4 сотням, поверьте, эти тачки 4 сотни прошли, наверное, 90% которые есть на рынке фары у них мутнеют, желтеют, мутнеют есть фары мутные, и при этом они родные от этого автомобиля, то считайте, что 4 сотни она проехала полмиллиона тоже не пробег для этих автомобилей то есть не рубеж, но к этому времени у вас уже приезжает мотор, вы либо его капиталите либо выбрасываете и покупаете новый моторы на нее также продаются на вес этих моторов миллионы стоят они копейки, то есть 25-25 тысяч рублей вы можете взять такой живой мотор безнавесного, воткнуть и улыбаться они нафиг никому не нужны, потому что кузов у этого автомобиля умирает раньше, чем двигатель здесь стоит новая резина это, кстати, жирный плюс был при покупке, потому что она была, то есть не Паша ее покупал, а она была это, по сути, уже примерно 30% стоимости автомобиля одна только резина здесь ну, из косяков, кстати, у нее еще есть прыгает датчик уровня топлива, то есть затерлся потенциометр, затерлась графитка на баке и, в принципе, все а вообще на этой тачке, считайте, такой момент установлен катализатор, то есть нейтрализатор вот, это нормально и причем вот такой интересный момент каталики на них не умирают повсеместно то есть ходят довольно длительный срок и это тоже плюс вот, когда хотят, японцы умеют делать даже катализаторы такими, что они не умирают что у меня на камрюхе да, туда никто не лазил, он стоит родной полмиллиона пробег здесь пробег, ну, 250 200, там, с копейками тысячи здесь тоже каталик родной, все, лямбда стоит вон одна, причем еще трехпроводная, блин, древняя лямбда EGR-клапан есть причем вакуумное управление, соответственно, на нем стоит диафрагма и диафрагмы тоже не выходят из строя на этих тачках то есть, когда хотят епошки они умеют делать так тачки, что ничего не ломается вообще, садясь в этот Nissan, как бы есть, короче, такое двояко ощущение на самом деле, тачка-то выглядит неубого то есть, салон, как ни странно для того времени, да и сейчас он неотвратителен вот, бывает, отвратительный салон, в который, наверное, садиться не хочется а этот, нет, нет, вполне нормально а обивка салона выглядит, как, блин, не знаю как ковер моей бабушки, примерно так же даже вот накладку на это, как его покрывало на кровать, вот выглядит точно так же вот абсолютно из того же материала сделано это якобы велюр на самом деле, это тряпка такая, довольно приятная он на ощупь, момент не в этом вот первое, что мне сразу бросается мне просто интересно что курил дизайнер, который разрабатывал подрулевые переключатели почему с левой стороны у нас нормальный европейский точнее, японско-корейский переключатель светофара он везде одинаково выглядит такой кругляшок с переключением режимов а с правой стороны какое-то весло вот я по-другому назвал это что за ужас вообще не говоря о том, что нет регулировки прерывистого режима когда мы можем выставлять чаще или реже будут дворники работать даже об этом говорить нечего он просто по стилю не подходит они что, материалы сэкономили? я не понимаю, короче вот это реально мне непонятно почему он так отвратительно здесь выглядит переключатель зеркал весь болтается блин такая жесть но зато они с электроприводом это уже тоже круто печка кондей все стандартно обычно по качеству материала придираться нечего пластик отвратительный убогий но в то же время особо не гремит вот это японцы умеют делать что так подгоняют плотно между собой элементы что они не гремят особо в этом конкретном автомобиле еще что удивляет сигмальонг авто причем не только автоспуск а автоподъем то есть полностью авто в оба режима и вниз и наверх это круто ну что надо ехать эх еще здесь работает ручник хотя здесь сзади барабанные тормоза и в принципе я думаю что никто туда никогда не лазил но тем не менее здесь он работает и чувствует себя замечательно форд фокус нас пропустил это жесть на этой машине никто тебя не пропускает вот я еду я даже готов аварийкой поморгать спасибо сказать пожалуйста пропустите кто-нибудь вообще не уважают но есть еще кстати ряд сюрпризов которые эта альмера преподносит я скажу например шумоизоляция вообще я слышу заднюю подвеску полностью и задние подшипники ступичные потому что вообще задние колеса потому что задние арки дырявые насквозь их прям слыхать отсюда к улицу но если этот звук убрать ну скажем так на него не обращай внимания то в остальном шумка неплохая она примерно похожа на шумку лансера 10 но если для лансера 10 это критично потому что ты там отдаешь 400 тысяч рублей за нее и там она отвратительная считается за эти деньги то здесь я скажу что это очень круто она на голову выше автовазов она реально тише эта тачка это круто еще помимо этого есть жирнейший плюс в этой тачке это тормоза и они очень хорошие удивительно хорошие тормоза то есть она легкая а сама система тормозная сделана довольно качественно и осаживает прям тачку педаль очень информативная то есть я могу легко регулировать нажатие нажатие на нее и нету такого что она резко клюет носом или наоборот пола слишком медленно останавливать сильно давить не надо то есть прям вообще удивительно классная педаль тормоза вот это действительно уровень я скажу неожиданный для этого автомобиля короткий ход педали сцепления это в принципе для такого класса автомобиля это нормально это немножко непривычно отчасти но тем не менее мотор до двух с половиной тысяч особо не слышно блин неплохо я скажу неплохой это автомобиль это Nissan Almera такой вообще прикольный Nissan вот серьезно я почему-то еду и он мне нравится вот он 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 издалека чуть-чуть совсем напоминает Toyota Camry не в плане комфорта не в плане оснащения а в плане такой же какой-то ощущение бессмертности вот этот Nissan прям веет от него такой бессмертностью его не жалко еще кстати жирный плюс он быстро прогревается очень быстро это прям жирный плюс и некоторые японцы страдают и страдают противоположностью например Honda Civic она вообще не прогревается очень плохо и медленно прогревается а здесь наоборот вот 90 градусов он набирает прям за считанные минуты просто и это круто когда например садишься в Lancer 10 да если вот хотя неправильное сравнение будет но тем не менее там чего-то ждешь когда садишься в более дорогие автомобили вот это вот наверное мне не хватило в Мерседесе почему он мне не нравится здесь 12 потому что ждешь от него какой-то доблести какого-то я не знаю каких-то каких-то понтов чего-то такого особенного изюминки интереса чего-то ждешь и он этого не дает а вот этот Nissan от него ничего не ждешь вот серьезно я думал блин ну думаю что от него ждать от этого Nissan в принципе ну ездит и едет а он довольно неплох то есть он какой-то вот он рулится прикольно прям и кстати классный радиус разворота то есть очень-очень маленький радиус разворота для передней привода на автомобиле на нем крутиться на месте можно практически вот такие вот фишечки и он такой легкий-легкий такой бла-бла-бла-бла такой простенький надежный я не знаю как по-другому сказать очень классный мне нравится мне прям вот действительно мне эта тачка нравится и я прям ни грамма не скрываю этого я хочу показать вам как выглядит Паша в момент когда у нас идет съемка это просто жесть как Паша скрючился в этой тачке вот ему очень нравится Camry вот Паше очень нравится Camry потому что в ней сидеть удобно то есть Паша спокойно когда мы куда-то едем почему вы постоянно думаете почему ты едешь на Camry да потому что Паша говорит блин говорит если куда-то едем далеко и что-то снимать то сто процентов бери Camry потому что он может там отлично разместиться места полно он может там лечь на торпеду например ноги закинуть на обивку двери и замечательно снимать как угодно из любых позиций поэтому запомните все обзоры таких плохих автомобилей они пишутся кровью операторов брат нас даже люди не пропускают пешеход идет просто перед машиной он даже не пытается отойти потому что этот автомобиль он невидимка и кстати жирный плюс если вы покупаете себе такой автомобиль вы можете ездить пьяный вы можете ездить без прав без страховки потому что вас никогда никто не остановит потому что гаишники видя этот автомобиль наверное Nissan проплатил и у владельцев Nissan иммунитет на Альмере Альмере вас никогда не остановит даже если вы в гаишную машину въедете они все равно скажут ну ладно там езжай они вообще не смотрят на эту тачку кстати в этом автомобиле единственный Nissan Альмера у которого есть бесключевой доступ вы меня слышали бесключевой доступ это значит что автомобиль сейчас заведенный работает и я беру так бесключевой доступ на Nissan выглядит вот так просто заводите автомобиль вытаскиваете ключ кладете его в карман тадам бинго вот так вот это Nissan это тот самый Nissan который я со всей душой уважаю это Nissan тех годов тех поколений когда этот бренд великий бренд сделал такие автомобили как Глория Федрик там Лаурель Блюберт и полно автомобилей было культовых классных в то время вот это те года это тот самый автомобиль который имеет к ним непосредственное отношение это была бич версия для обычных людей в то время когда Nissan был великим брендом когда он делал автомобили блин надежные на века и все такое если вы хотите купить себе автомобиль за 100 тысяч рублей это один из лучших вариантов я скажу так чуть больше если прибавить 150 можно уже искать на 16 Альмеру она на самом деле не особо уступает этой но это Альмера это тот самый Nissan который вошел в сердца многих своей надежностью простотой недорогим обслуживанием в то же время какой-то изюминкой идеи в этом автомобиле ее нет но купив его и скажем так поедет на нем вы частично приобщитесь к сообществу Nissan хотите тачку за 100 тысяч не сомневайтесь берите такую и не обломайтесь всем пока